Она не скрывает свою любовь к камням, она ей с удовольствием делится. Сегодня Вика Спиридонова-Гинсбург живет во Франции. Занимаясь созданием авторских украшений из драгоценных и полудрагоценных минералов, периодически возвращается в родной Челябинск, чтобы представить свои новые работы. Это солнце майя. Он символизирует женственность, силу воли, силу характера. И очень многие женщины с древних времен именно носили вот такой дизайн. Это лунница. Это вообще славянский древний амулет. До 12 века его носили во всех нарядах женщины. Они носили на голове, носили здесь, носили на поясах. И когда девочка рождалась, то ей дарили вот такой амулет. Этому амулету покровительствует богиня красоты Макош. Я знаю, что такой амулет, например, очень многим пришелся по душе. Луна и звезда. Он тоже очень всем нравится, потому что звезда – это вообще древний символ, который люди верили, что если они носят что-то с неба, значит, это все сбудется. И вот я читала очень много про звезду, мне интересно. Ну а луна всегда символизировала вот это, как и в луннице, красоту, плодородие. Это тибетская варжа, похожа на колесо. Колесо – это вот как раз круг, который замыкается, и в тибетских поверьях. Именно своими мыслями и желаниями ты можешь его заставить крутиться, исполнять желания. Скоробей символизирует во многих вообще культурах. Владельцу скоробея подвластно все. То есть он исполняет желания. Символизм украшений присутствует не только в древних знаках и амулетах, но и камнях, которые также происходят из разных уголков планеты и обладают особой энергетикой. Камней много, я их все люблю, самую любимую. Это, наверное, гранат. Это гранат. Это бирюза, потому что бирюзу я люблю из серебра. И вот она, вот, пожалуйста, даже здесь представлена она и с серебром, и с золотом, и с вулканическими агатами. И, наверное, аметист. Есть два, да, два типа категории людей. Есть, которые спонтанно, ой, мне очень нравится, мне это подойдет ко всему. То есть, действительно, это же прежде всего аксессуар, который нужно носить. А многие прям месяцами изучают камни, изучают амулеты, приходят и точно уже знают, что хотят. Мне, наверное, первая и вторая категория близко. Первая категория, потому что я сама как бы работала в моде, мне тоже иногда спонтанные вот эти вещи по цвету, по фактуре, мне нравится. Этой весной работы Вики Гинсбург заинтересовали самого принца Монако. На ежегодной выставке суперкаров и предметов роскоши Топ Марк, которые традиционно проходят в Монте-Карло, принц Альберт надолго задержался около стенда магических аксессуаров. Да, он посещает, но из 60 стендов, которые присутствуют там, выбирается 10 каждый год. Ну и вот выбрали наш, я, чем я была, да, очень рада, десятку. Причем мы как бы были третьими, кого он посетил, а потом мы ему позвонили, и он улетел. Ну, ему очень понравилось, он все трогал, смотрел, потому что камни, мне кажется, нравится, всем даже мужчина. Он спрашивал, откуда, он знал, как бы, видимо, его заранее формировали. Сказал, спрашивал, откуда камни, откуда это ты берешь, откуда это, какие амулеты. Ему очень понравился вот этот вот амулет, это, кстати, один из новых наших амулетов, да, и солнце мая ему очень понравилось. Так что, а потом все спрашивали на выставке, что он гладил, что он трогал. Кстати, все эти, все эти были куплены, украшения, которые он трогал. Судя по всему, защитные обереги, блеск металла и невероятный природный окрас камней и в наши дни привлекают своими удивительными свойствами. И что интересно, они становятся близкими и понятными людям, живущим в разных странах и говорящим на разных языках.